К нам подключается политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Тем много, но начнем с той, которая не озвучена в подводке к вашему включению. Министр обороны Российской Федерации Шойгу прилетел в КНДР с визитом. Уже появились первые фотографии. Там, значит, он по красной дорожке, естественно, на фоне красного цвета транспаранты. Да здравствует КНДР, приветствует товарища Шойгу. Чему приурочен этот визит, кроме празднования так называемой победы в так называемой отечественной корейской войне КНДР? Это святой долг россиян приехать, потому что на это празднование 73-я победы прибыло всего два политических деятеля со всего мира. Это Шойгу и какой-то заместитель секретаря народного собрания Китая. То есть не самый высокопоставленный китайский чиновник, хотя Северная Корея, безусловно, содержится сейчас Китаем, поэтому от голода сейчас там люди не умирают. Вот, поэтому если приурочено, то к этому, что нужно Шойгу там, ну он пытается наверняка получить очередную партию артиллерийских снарядов, но у корейцев их тоже вряд ли, прям слишком много, да и решается это в Пекине, такие вопросы, конечно, не в Северной Корее. Поэтому, ну что будет, ну отбывает номер, потом он понадобится, председатель Северной Кореи когда-нибудь по обмену на какой-то очередной парад. Вряд ли он туда приехал осваивать идеи Чучхе, идеологии северокорейского народа, хотя тоже может пригодиться, потому что у россиян же нет своей идеологии, можно взять северокорейскую, например. А оппозиция в России, существовала ли она в принципе когда-то в России, вот такая реальная оппозиция? И если существовала, то почему ничего у нее не получилось? Видите ли, она существовала, но 23 года Путину власти, и за 23 года Путин-то оставался тем же самым Путином, а оппозиции было много разных. То есть те люди, которые были, вот не так много людей, которые последовательно все эти годы были в оппозиции к Путину, и при этом до сих пор живы. Ну вот, Гарри Каспаров, это человек, который действительно с первого дня путинской власти находится в оппозиции к Путину. Но он такой, в общем, практически, ну я боюсь еще кого-нибудь забыть, наверняка есть еще пара-тройка людей. Но это и все, просто вообще все на этом. Что Ходорковский был оппозицией, нет, Ходорковский был частью путинской элиты. Он, между прочим, присутствовал на заседании с Путиным, где обсуждал, как ему там нефть добывать и какие участки ему дадут. То есть он был частью путинской системы. Немцов, ныне покойный, призывал голосовать за Путина как за президента на второй срок в 2004 году. Поэтому кто из них оппозиция? Кто с первого дня и до самого конца оппозиция? Даже Навальный, например, который сегодня, безусловно, оппозиция к Путину, он вообще-то им не сразу стал. Он сначала был, ну ладно, я даже не буду вспоминать там какие-то русские марши, но он был борец с коррупцией, а не оппозиционер к Путину. Разные вещи. Он боролся не с коррупцией у Путина, а с коррупцией в государственных компаниях. Вот как юрист он боролся. Поэтому это все разные оппозиции. На разных этапах у оппозиции были или не были шансы. Ну, например, в 2011 году шансы, конечно, были у оппозиции. Потому что тогда была слабость системы, тогда впервые в Думу привели уже просто самозванцев. Ну, то есть партия «Единая Россия» проиграла тогда выборы в Думу. Было понятно, что Путин тоже проиграет выборы президента. И тогда этот шанс был, потому что тогда действительно народ-то в России был против. Тут важно, что есть ли у оппозиции поддержка народа. Вот в 2011 году была, когда они вышли на Болотную площадь. Но сами лидеры оппозиции оказались не готовы, как они сами сегодня признают, разъехались праздновать Новый год. Понимаете, вот с Майдана же не разъехались, а они разъехались праздновать Новый год. Это первое. Второе, среди них было много провокаторов, которых они принимали за своих. Вот Ксения Собчак, Алексей Кудрин даже у них выступал. Тот, против которого сейчас санкции ввели на этой неделе. Выступал у них на Болотной площади. Но это был очевидный провокатор от имени Путина, туда засланный от правящей элиты. Вот тогда 2011 год, наверное, единственный такой более-менее реальный шанс. Но если не брать какие-то совсем древние времена, там, что можно было сделать, не знаю, в 2006, во время марша несогласных, честно говоря, не знаю. Потому что тогда я так внимательно не следил. Слово «Польша» очень активно начали использовать в своем лексиконе Путин и Лукашенко. С чем вы это связываете? С тем, что они собираются нападать на Польшу, конечно. Конечно, это вполне себе. Ну, смотрите, когда Путин сейчас по отношению к Польше говорит ровно то, что он говорил по отношению к Украине два года назад. Просто дословно. Вот мы сейчас их научим, как жить. Мы им сейчас проведем настоящую демилитаризацию. Их создал Ленин. Ну, сейчас Сталин, да, про Польшу. Они собираются на нас напасть. Вот все дословно, вообще все. Поэтому логично предположить, что и последствия будут такими же. То есть он пытается сейчас пойти на переговоры с Западом, обменять то, что он не будет нападать на Польшу. Обменять на то, что ему что-нибудь дадут, например, перемирие у нас на фронте или еще что-то. Я не знаю. Или хотя бы зерном торговать по миру. Ну, вот это все, что он хочет. Он же хочет денег заработать торговлю зерном. Но, как говорится, если Запад не пойдет, а Запад не пойдет, то вероятность нападения на Польшу силами Чавакова достаточно велика. Да, но только Польша в НАТО, а Украина в НАТО не была. И в Украине российская армия обломала зубы, так и не взяв за полтора года Киев за три дня. Что уже говорить о Польше, которая, естественно, поддерживает союзники по НАТО? Ну, во-первых, смотрите, да, российская армия обломала зубы об Украине, это правда. Но война-то продолжается. Они же еще не отступили. Территории они какие-то захватили. Они их используют, они их считают своими, они их аннексировали и так далее. Почему им не захватить у Польши кусок? И продолжать войну всегда. Они же не собираются побеждать в ней. Они собираются вести эту войну всегда, пока Запад не капитулирует. И вот тут вопрос главный такой. Вот вы говорите, что Польша в НАТО, поэтому будет все хорошо. Вопрос. Вот сегодня, когда нам дают оружие, то нам говорят, но вы можете стрелять только по территории Украины. Вы можете бить по россиянам, но только по тем, которые на территории Украины. На территории России нельзя. Когда ЧВК Вагнер попадет на Польшу, то полякам можно бить только по тем, по ЧВК Вагнеру, который находится, будет находиться на территории Польши. Или можно будет спокоиться на Петлинск, Москву, ну, такого рода города. По логике, вообще-то, если началась война, ну, если Россия напала ЧВК Вагнер, то вообще-то нужно расценивать это как нападение Российской Федерации, поскольку это войска России, как бы они там ни назывались, на Польшу. И тогда, естественно, Соединенные Штаты и другие союзники должны наносить удары по логистическим центрам и по военным объектам на территории России и Беларуси. Вот готовы ли НАТО к этому? Это большой вопрос. Путин верит, что не готовы. Путин верит, что не готовы. Хотелось бы надеяться, что готовы наносить удары именно по... Не по ЧВК Вагнер внутри Польши начинать войну. Нет. Нужно, естественно, бить по всем складам, по всем флотам, аэродромам, именно по-российским и белорусским. И вот хотел бы уточнить, если Путин верит, что Польша не готова к возможному нападению России на нее, то откуда у него эта информация? Оттуда же откуда информация о том, что российские войска в Украине ждут с цветами и распростертыми объятиями? И оттуда, откуда ему говорили о том, что Киев будет взят за три дня? Значит, Польша... Я не говорю, что Польша не готова к нападению. Польша технически готова. У нее есть 300 военных, у нее есть танки, пушки, самолеты. Она будет воевать с ЧВК Вагнера. Это как бы да. Это он понимает, что это будет. Готовы ли и Польша, и главное, еще важнее, союзники по НАТО именно наносить удары не по ЧВК Вагнеру, который нападет, а по территориям России и по территории Беларуси. Вот в этом весь вопрос. Почему Путин считает, что нет, будут они такого делать? Ну, у меня тоже возникло бы такое ощущение. Вот Путин в открытую сказал, с Лукашенко они разговаривали, что ЧВК Вагнер собирается напасть на Варшаву. Это было сказано в открытую, на встрече президентов России и Беларуси. Там же было сказано, накануне, за день до этого, было сказано Путиным, что нападение на Беларусь будет воспринято как нападение на Российскую Федерацию, будет расцениваться. Услышали ли мы в ответ от президента США или генерального секретаря НАТО, что в ответ на нападение ЧВК Вагнер, вот именно словами, да, ЧВК Вагнер, на Польшу, будут нанесены удары по Российской Федерации и Беларуси. Было такое сказано? Нет, не было. Такого сказано не было. Ну, а почему не было сказано? Может, тогда не собираются действительно? Ведь логично было бы сказать, и все бы успокоились. Да, мы разбомбим все аэродромы Российской Федерации военной. Мы уничтожим их стратегическую авиацию, будем топить их в лот. Этого сказано не было. Вашингтонпост пишет, что Путин знал о планах Пригожина начать и совершить этот мятеж. Как вы думаете, правда ли он знал? И если знал, то почему не отреагировал, не предотвратил? Я не знаю, естественно. Я не могу думать, знал или не знал. Те сведения, на которые ссылается в этом пост, это данные разведок некоторых неназванных рас. Второе, это данные, например, украинских политиков. Вы понимаете, да? Как бы не очень высокая надежность в данной ситуации, это звучит не очень надежно. И некоторых российских дипломатов, каких-то российских дипломатов, которые на условиях анонимности сказали, что он знал. То есть сведения так себе. Но давайте предположим, ну иначе чего обсуждать, что, например, знал. Ну, знал, и действительно, а что он мог сделать? Он мог кому-то отдать приказ, он боялся отдать приказ любому. Он же не знал, кто на стороне Пригожина. Он же не знал, кто реально будет нападать-то на него. Ну, будет мятеж. Чей? Кто? Пойду сейчас к Патрушеву, а если это он и заказал. Пойду к кому? К Золотову, а если он в доле Пригожиным. И мы видели, собственно, вот так как мы убедились во время самого мятежа, что Путин действительно сбежал, испугался и не предпринял ничего. Но на его счастье выяснилось, что остальные не в сговоре с Пригожиным и сбежали точно так же. То есть никто не решился просто занять его место, что было бы самым логичным в этой ситуации. Если бы кто-то захотел занять стул Путина и стать президентом России, то 23-24 июня была идеальная ситуация. Путин сбежал, все люди сбежали, вся власть сбежала. Вот любой из верхушки России, из топ-элиты, да, мог сесть в кресло президента. Медведев это мог сделать. Патрушев, Золотов, понимаете, любой, Бортников, Моксей, сказать, я теперь президент России, все. И никто бы не возразил и не цыкнул, никого же нету в стране, все же сбежали. И Пригожин бы его поддержал. Сказал, товарищ Пригожин, вы подходите, подъезжайте, мы сейчас будем вместе с вами ловить шойгу и расстреливать. И все, и вот уже ты президент. Но никто не решился. Поэтому Путин был, да, в очень плохом положении в этот день. Ну, плохое положение у Путина, наверное, в этот день из всех предыдущих было самое плохое, потому что за все 23 года у власти еще ни разу никто не предпринимал попытки мятежа в России. И в то же время у Путина еще есть и ордер на арест от Международного уголовного суда. В связи с ним он все-таки не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Как вы думаете, отразится ли это на его рейтинге? И вообще переживает ли он уже по поводу рейтинга? Или это не царское дело? Это не царское дело, и вообще нет рейтинга. Что это за рейтинг такой? Когда там нет выборов, сколько скажут, сколько и будет рейтинг, сколько скажут, что он набрал, столько и будет, что он набрал. Он переживает за другое и действительно отражается вот этой историей ордера на арест, на его, на уважение отношений со стороны верхушки российской. Что там думает народ, не понравится, расстреляем, как говорится. Важно другое, важно, а как российская элита относится к Путину? То есть они видят в нем кого? Раньше они видели отчинника своих интересов. Верхушка России, вот эта вся партия «Единая Россия», там все эти губернаторы, штаты. Они видели, это человек, который нас кормит, это человек, который защищает наши интересы, это человек, которому, если что, можно пойти и решить вопрос, и человек, который защищает нас, в том числе на международной арене, ведь у всех у них есть международные интересы. Это у кого-то бизнес, у кого-то нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, у кого-то бензоколонки, а у кого-то элементарно какие-то виды в Италии. И раньше Путин бы защищал эти интересы, а теперь он не призной. Как будет защищать интересы? Но там той же ЮАР, вообще в Африке, много интересов у россиян, а Путин защищать их не имеет возможности, поехать никуда не может. Он теперь кто? Вот раньше он мог поехать в БРИКС и там выставить российскую позицию, получить какую-то долю в чем угодно, в любом международном соглашении. Сегодня он ничего этого сделать не может. На саммите БРИКС за глаза, когда Путина нет, ну, конечно, ему ничего не дадут. Наоборот, пошлют его подальше. Зачем это нужно? Он не нужен ни Китаю сегодня, ни ЮАР, ни Индии, такой президент России. Вот это его главная беда, что он в своей элите и не нужен мировой элите, если хотите, ну, не западной, естественно, а вот той восточной, юго-восточной мировой элите. Он тоже только помеха. Китайцы же хотят зарабатывать на России, индусы хотят зарабатывать на России. Но им бы хотелось это делать без Путина, конечно. Спасибо, Михаил, за то, что были с нами. С Михаилом Шетельманом говорили о российской оппозиции, угрозах Путина и Лукашенко Польше, мятеже наемников из Вагнера и о рейтинге кремлевского диктатора.